Добрый вечер! Вы находитесь на канале Митрешеф. Предлагаю перейти к тем итогам, так скажем, торгового дня и к тем прогнозам, которые я планировал, так скажем, в утреннем видео. Насколько мои прогнозы реализовались. Перед началом видео я хочу традиционно попросить подписаться на канал, на канал в Телеграме, где я выкладываю оперативно, ежедневно, так скажем, новости, которые помогают в торговле, а также на иные соцсети, такие как Яндекс.Зен и так далее, которые прописаны под видеоописание в случае блокировки YouTube канала, чтобы была возможность, так скажем, быть на связи с подписчиками. А также хочу отметить, что данные, так скажем, прогнозы, это лично мое видение рынка. Это не рекомендация ни в коем случае к действиям. Я каждое видео повторяю о том, что каждый решает сам. То есть можно смотреть различные видео, различных аналитиков, различных трейдеров, но только собирать информацию, скажем, вывод делать самому и решение принимать самому. Ни в коем случае не нужно никого, ни за кем, скажем, повторять те действия, которые выполняет другой трейдер. Потому что то, что делает один, может, так скажем, не получиться у другого. Я думаю, это понятно. Далее, смотрим, какие новости у нас в течение дня интересные выходили. И первая у нас новость по NMLK. Как и многие компании уже, NMLK будет рекомендовать не платить дивиденды за четвертый квартал и первого года и первый квартал. То есть менеджмент решил рекомендовать, так скажем, совету директоров в июне 2022 года не выплачивать дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первый квартал 2022 года. Ну, так же, как многие, которые уже компании отказались, которые планируют отказываться от дивидендов, эти компании видят, так скажем, будущее нарушения денежных потоков. Соответственно, с экономической ситуацией, возможно, уменьшение движения денежных потоков. Соответственно, чтобы не потерять эти денежные потоки, чтобы эти денежные потоки оставались, так скажем, в норме, было решено многими компаниями уже отменить дивиденды чтобы сохранить данный денежный поток чтобы исполнять все свои обязательства далее у нас вышла также новость, что британский регулятор разрешил оказание услуг по проводке платежей по современному валютному долгу Российской Федерации на срок до 30 июня соответственно возможность исполнять обязательства по валютному долгу у Российской Федерации будет предъявлена до 30 июня что несомненно является позитивной новостью далее перейдем к графику сегодня я в утреннем видео планировал такие бумаги как Газпром, Сбербанк смотрел ВК, смотрел ФосАгро и Аэрофлот сейчас быстренько пробежимся что в итоге получилось у меня давайте начнем наверное с Газпрома вот Газпром я с утра говорил о том, что я не сторонник покупки Газпрома выше 200 вот это личное мое мнение каждый решает конечно же сам я в Газпроме выше 200 не покупаю но судя по графику что я могу здесь видеть это же, это конечно опять же мое видение я говорил с утра, что я вижу такой расклад по Сбербанку если проходим уровень 250 и закрепляясь над ним то возможен дальнейший рост что я сегодня увидел я сегодня увидел во-первых пробитие с утра на котором были огромные просто так скажем объемы то есть шли огромные продажи естественно здесь у нас 250 уровень это уровень продаж от которого цена уходила вниз и нам нужно было ее так скажем преодолеть и я четкого закрепления над этим уровнем так и не увидел то есть у нас было пробитие, откат пробитие, откат пробитие, откат то есть мы вдоль до поперек ходили вдоль этого уровня в итоге четкого закрепления я не увидел поэтому уверенности в дальнейшем росте у меня нету как я уже говорил ранее когда я ждал вот здесь вот к уровню 200 мы дошли до 206 по моему то есть практически моя цель была исполнена и я говорю что теперь в силу то скажем отсутствие негативных новостей будет такая вот у нас ходьба болтанка у меня тоже видим было это 210 230 но мы поднялись до 250 и я говорю что здесь уровень сопротивления и лишь пробитие его и закрепление качественное закрепление над этим уровнем даст дорогу то скажем порасти повыше но я опять же при своем мнении это лично мое мнение я газпром в покупку свыше 200 общения рассматривать для меня это не интересно далее по сбербанку по сбербанку я также с утра что говорил у нас уровень 150 здесь идет по сбербанку я также озвучивал если мы пробиваем 150 и закрепляемся над этим уровнем то возможен дальнейший рост потому что от уровня 150 140 150 у нас был уровень продаж были были так скажем продажи мы видим вот эти тени продаж и сегодня мы пробили уровень 150 проторговались над уровнем 150 и теперь возможно дорога так скажем идти выше у меня то скажем в инвестиционном портфеле план перекрыть вот этот гэп как мы перекрыли его по газпрому это моя то скажем цель инвестиционная когда мы осуществим непонятно ситуация каждый день меняется рынок новостной поэтому надеется пока что не на что вы вполне можем уйти еще и ниже 150 все зависит от новостного фонда тем более тем более банковская сфера у нас достаточно сильно пострадала текущей ситуации поэтому исход может быть любой нужно следить так скажем за новостным фоном и за уровнем 150 если мы проваливаемся опять под то под 150 отобьемся то можем опять пойти вниз но при текущем позитиве на рынке непонятно на самом деле для меня может быть конечно же и продолжится рост здесь сложно предположить у меня там нет скажем такое видение мы видели сегодня по привкам сбербанка подскок и привки стали дороже стали стоить обычек вот у нас этот подскок для меня было странно я предположил что скорее всего вышла какая-то новость я скидал даль далее скажем после того как увидел эту новость в телеграм-канал свой оказывается что на чем-то был рост госдума комитет госдумы по собственные собственно так скажем одобрил законопроект который позволяет минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средства фонда национального благосостояния привилегированные акции кредитных организаций что это имеется ввиду то что госдума одоброе решение чтобы был выкуп скажем за счет средства нб привилегированных акций банков в том числе возможно и привилегированная акция сбербанка вот на этого новости у нас был сегодня подскок данную информацию я скидал также свой телеграм-канал чтобы быть в курсе всех новостей подписывайтесь на телеграм-канал нас уже там более 400 человек а далее что я смотрел по аэрофлот я говорю что пара флота у нас уровень отскока 40 и от него возможно отбить и опять вниз то есть это у нас уровень сопротивления давайте найдем аэрофлот и как мы видим у нас произошло отбитие от уровня 40 и провал в случае прохождения это уровня будет возможно некий рост если же мы видим отбитие то снова вниз нужно следить за этим уровнем для меня аэрофлот также не интересен я только торгуют сжим бумагами первого эшелона которые более ликвидные такие вот истории мне абсолютно не интересны без перспективные ближайшее время далее фос агро я послал послал агро говорил что красиво будет откат до 7000 6 тысяч с половиной до 7000 далее далее возможно будет отскок вверх возможно даже на перехай если посмотреть форс ага давайте посмотрим как он сегодня торговался ну вот у нас было минимальное сегодня 7 300 то есть не дошли до 7000 но в понедельник возможно мы сходим до 7000 возможно будет такой отскок возможно на перехай но это мое видение возможно я не прав но уровень который я вижу ближайшее это примерно 7000 шесть половиной то есть принципе я думаю до него можем дойти виде это скажем отката далее по vk по vk я говорю что я вижу там разворотную свечу пока это тоже то скажем история абсолютно не моя он сколько времени падал и это я считаю всего лишь отскок разогнали бумагу загнали инвесторов и опять и пойдет скорее всего дальше вниз вот это вот разворотная свеча про которые говорил и мы видим сегодня поход вниз скорее всего я вижу дальнейшее снижение а вот это мое видение по поводу позитива на рынках на самом деле он мне непонятен принципе ничего тут такого скажем глобального в сфере геополитики экономики не произошло некий позитив просто я считаю пир кашка то скажем во время чумы то есть пытаясь разогнать вполне возможно могут и сбербанк подкинуть довольно таки неплохо вот на закрытие вот этого гэпа но поход ниже 100 при каких-то так скажем отсутствие негативных обстоятельств я думаю пока маловероятен и выпускать нерезидентов по скорее всего пока не будут поэтому кто покупал здесь в плюсе ну а кто не купил боялся сейчас просто непонятно где им покупать также то же самое по газпрому мое мнение это нужно было покупать вот в этом районе 150 120 ну а кто боялся купить то скажем сейчас кусает локти и думает покупать не покупать стоит дилемма сейчас можно сказать скажем пяти пятьдесят процентов 50 на 50 дальнейшего роста я я сам не сомнения дальнейшего росте хотя на вашем рынке при таком позитиве может все что угодно быть ребят вот такое вот видение рынка лично мое еще раз повторюсь ни за кем не нужно повторять то есть имейте свое мнение на основании той информации которую вы получаете и формируйте собственное то скажем видение совершайте собственные сделки чтобы за свои так скажем положительные сделки либо отрицательные отвечать самому подписывайтесь на канал проявляйте активность если я увижу то скажем достаточную активность достаточно подписок то я буду чаще снимать данное видео со своим то скажем видением всем хороших выходных всем пока пока